Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим вопрос, который поступил на сайт Библейского портала Экзегет. Почему я должен каяться, когда никто из моих близких этого не делает? Вопрос хороший. Начать стоит с чего? В чем человек кается? Человек обычно кается в грехах. Так вот, грех с точки зрения церкви – это не столько нарушение какой-то статьи Божественного уголовного кодекса. Когда мы говорим «грех» – это нарушение воли Божьей, это такое внешнее описание греха. Но что такое грех по сути? Так вот, грех, вообще греческая амортия – это как бы промах мимо цели. Если человек промахивается мимо цели, он стреляет еще раз. Поэтому грех – это никогда не повод унывать. Но по сути, для души, что такое грех? Так вот, церковь воспринимает грех как болезнь. Если вы вместо слова «грех» поставите любое из четырех слов – рана, травма, болезнь или проблема – то любое из этих четырех слов будет абсолютно уместным. И почему церковь смотрит на грех как на болезнь? В первой главе послания Якова, в 15 стихе, мы читаем «похоть, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Так вот, грех – это такое повреждение души, которое ведет к оскудению духовной жизни и к духовной смерти. Грех – это всегда душевная травма. Грех – это всегда болезнь и повреждение. Именно поэтому церковь предлагает человеку исцеляться от греха в отношениях с Богом. И во 102-м псалме есть такие слова «Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои». Некоторые понимают недуги только как болезни. Но вот эта связка беззаконий и грех в Ветхом Завете встречается неоднократно. Например, в книге пророка Исаии, когда он видит видение, и ангел берет с жертвенника Божьего уголь клещами, этим углем докасается до уст пророка и говорит «Вот это прикоснулось устам твоим, и отымутся беззаконии твои, и все грехи твои очистит». Господь исцеляет грехи. И в связи с этим вопрос «А зачем мне идти к врачу, если все вокруг к врачу не ходят?» Ну, мне кажется, что ответ будет вполне себе понятным. Есть еще очень важный момент, что человек кается не потому, что он осознает, что он виноват. Хотя чувство вины может присутствовать, но грех – это не всегда вина. Грех – это травма, а некоторые травмы мы наносим себе бессознательно. И поэтому очень важно понять, что если я иду каяться, это не значит, что я виноват, а если виноват, значит плохой. Вообще слово «виноват» в этом контексте лучше заменять на слово «ответственен за что-то». Потому что я не виноват в чем-то. Слово «виноват», но как бы безысходное, руки опускаются. Я не виноват. А в какой-то ситуации я несу ответственность за что-то. И если я согрешил, это не значит, что я плохой. Потому что перед Богом нет плохих. Перед Богом все люди хорошие, но больные, со своими проблемами. И поэтому важно осознавать, что если у меня есть грехи, это не значит, что я плохой. Это значит, что у меня есть проблемы, которые Господь может решить. Мы с Богом можем решить. Это значит, что у меня есть заболевания, которые Господь может исцелить. Именно поэтому необходимо идти на исповедь, ничего не боясь, не стыдясь, и понимая, что таким образом мы приобретаем исцеление от Бога. И, как сказано в Евангелии от Луки, Господь радуется больше одному кающемуся грешнику, чем о многих праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Субтитры создавал DimaTorzok